Всем привет, всем доброго времени суток, кто где к нам подключается, кто уже подключился на инстаграме, кто подключается на фейсбуке, всем также привет, кто уже подключился на нашем колхозном зуме. И если вы все еще, как всегда, в шоке и недоумении от того, куда вы попали, что вы здесь делаете, я вам напомню, что вы попали на ежедневный урок по Аллахе. Аллаха – это закон у нас такой, еврейский. Так вот, у нас уже второй цикл на эту тему, мы с вами закончили законы благословений, там куча, там 140 чем-то лекций на моем канале Ютуба, смотрите, подключайтесь, а мы с вами продолжаем цикл, посвященный, не посвященный, просто изучаем книжку Китсу Шуханаруху, вот такую вот книжку, в данном случае мое издание с дополнениями из Шуханаруха Алтаребы, но изданий много, они Раб Гансферт написал только всего лишь один Китсу Шуханаруху во второй половине XIX века. И мы с вами сумасшедшие молодцы, потому что мы с вами уже перешли на 12-ю главу, которую мы начали с вами в конце прошлой недели, в 70-м уроке, сегодня, если не ошибаюсь, у нас 71-й урок по Китсу Шуханаруху, какие-то странные, страшные цифры, но это так, потому что мы с вами встречаемся каждое утро и учимся консистенции, постоянство, это самое важное. И мы с вами начали главу, она, ну, не очень сложная, учитывая то, что многие из этих вещей мы с вами проговаривали в других главах, и не только в других главах, даже в предыдущем цикле. Это подготовка, физическая подготовка к молитве, то есть вопросы гигиены и подход к месту, в котором можно молиться, какое должно быть место. Ну, мы здесь поговорим сразу о нескольких моментах, но давайте в двух словах, что мы говорили на прошлом уроке, мы говорили о том, что очень важно, чтобы молитва пошла хорошо, перед молитвой дать вздоку, не имеется в виду там давать большие пожертвования, имеется в виду, что у вас всегда должны в том месте, где молимся, вы молитесь с собой, есть такие маленькие коробочки, которые продаются, можно брать их с собой вместе в упаковку талита и твилин, давать чуть-чуть вздока, давать чуть-чуть вздоки, то есть молить буквально одну монетку. Это как в игровых автоматах, бросил и поехал, так должна начинаться молитва. Также мы с вами сказали на прошлой неделе о том, что очень важно принять на себя обязанность в заповеди любви к ближнему. Это абсолютно логично, потому что Всевышний нас не рассматривает как отдельных индивидуумов, а только тогда, когда принимать, мы будем сегодня об этом тоже говорить, а в первую очередь смотрим нас как на одно целое, которым мы являемся вместе со Всевышним, поэтому во многих сидурах я показывал это также на прошлой неделе, но я вам покажу сейчас, потому что у меня не было под рукой вот этого вот синего, очень удобного сидура. В самом начале молитвы сразу перед началом шахарита, вот будничный шахарит на 12 странице начинается сразу, принимая на себя заповеди любви ближнего своего как самого себя. Это начало всего, с этого мы начинаем молитву. Ну и дальше мы с вами говорили именно о личной гигиене, нужно обязательно сходить в туалет перед тем, как ты начинаешь молиться, потому что, ну, логично сосредоточиться, если слишком хочется в туалет, просто невозможно. Да, точно так же нужно сходить в туалет и избавиться от газов, которые есть естественным образом у человека, опять же, потому что, а, вы можете просто исполнить молитву рядом стоящим, б, сами не сможете сосредоточиться, если будете сдерживаться. И мы продолжаем, естественный момент личной гигиены, который необходим перед молитвой, это просто помыть руки. Руки мы, не имеется в виду, что только с санитайзером, а имеется в виду именно водой. Мы с вами это изучали, эти законы, поэтому быстро, вкратце их пройдем. Говорили, у нас целая глава была посвященная законам Натилат Ядаема, мовение руки. Я напомню, что идет речь о том, что вы моете руки утром, когда только просыпаетесь, с этого вы начинаете день. Второе действие. Первое, вы скажете, моды Ани, как только открыли глазки, затем, когда открыли глазки, до того, как их еще протерли, нужно помыть ручки. Но это недостаточно перед самым началом молитвы. Мы моем руки и только тогда говорим благословение Натилат Ядаем, которое приводится у нас в утренних благословениях. Но это касается любой молитвы. Естественно, мы говорим о благословении перед утренней молитвой, потому что с утра мы моем руки. Но у нас еще есть Минха, у нас есть Марьев и так далее. Зависимо с того, в какой день недели вы находите, или праздник или нет, у нас есть дополнительные молитвы перед каждой молитвой. Или, скажем так, не обязательно перед каждой молитвой. То есть, если вы пришли в синагогу, как мы собираемся в нашей синагоге молиться Минху Марьев, то вы не знаете, что вы делаете там перерыв между Минхомарьев, там всего лишь перерыв на пять минут, когда бородатый дядя в моем лице вам морочит голову опять же каким-то коротким законом из еврейской традиции. Но достаточно того, что вы пришли и помыли руки перед Минхой. Главное, не ковыряйтесь нигде, мы об этом сейчас поговорим. И заново руки мыть перед Марьевым не нужно. То есть, перед тем, как вы приходите в момент, что вы пришли в синагогу, или самостоятельно, не дай Бог, собираетесь молиться, нужно мыть руки. Итак, давайте прочтем об этих законах. Это действительно Аллаха. Если кто-то следит с нами по тексту, Кицур Шухана Руха, 12 глава, 5 параграф. Поехали. Царих лирхоцит яда бэмайм ад пэрэк кодам адфила. Необходимо мыть руки до запястья, то есть вот так вот, перед молитвой. Мы с вами об этом уже учили. Поэтому, несмотря на то, что вы помыли руки, но утром, когда проснули, если прикоснулся потом к какому-то нечистому месту, например, места, скрытые обычного человека одеждой, в которой есть выделение пота. То есть, если вы приказали, подмышками почесали, нужно сразу придумывать что-нибудь такое, опаньки, что-нибудь неприличное или наоборот прилично, просто пока вы почесались подмышкой, уже нужно мыть руки. О шихикек бэрэшо, о шилло рахцам бэбоке адапэрэк. Или если вы почесали себе голову, на которой у вас, в отличие от некоторых, есть еще волосы, или вы утром недостаточно, у вас было воды и не помыли полностью до запястья, царих лакзор лакзам хон тфила. Нужен вернуться заново и помыть перед любой молитвой, которую вы начинаете. Пусть то молитва Шахарит или Минхамари, вы обязательно должны помыть руки. Все знают стандартное заявление людей, которые впервые попадают в синагогу к нам, и не только к нам, когда предлагают помыть руки перед едой, они говорят, мы утром уже мыли. Так вот, не только это то, что нужно мыть отдельно перед едой, то, что вы помыли утром руки, это класс, это супер, вы большие молодцы, но этого недостаточно перед молитвой, руки нужно мыть вновь. Мы с вами это тоже уже учили, что если вы находитесь, не дай бог, в ситуации, в месте, в пространстве, в котором нет воды, то для того, чтобы помыть руки перед молитвой, вам нужно, если вы знаете, что впереди вас дальше есть где-то вода, которую вы можете помыть, какой-нибудь несчастный Данкин Донатс где-то завалялся у вас по дороге, то вам нужно, вы обязаны пройти, если это не больше 4 миль. 4 миль – это достаточно много. А если вам нужно вернуться за водой, то тогда не больше 1 миль. Не будем сейчас даваться в подробности, потому что, почему возвращаться нужно меньше, но такое у нас законодательство. Алтаребы добавляют, И это только в том случае, если вы идёте сами по дороге. А если вы идёте в, как-то сказать, в караване, да, то есть в процессе, имеется в виду, что ещё в XIX веке было достаточно небезопасно передвигаться просто из разных населённых пунктов, поэтому не выходили в путешествие ночью, чтобы не ходить ночью. Просто было обычно опасно. Как мы сегодня сели в машину и поехали. Но если вы идёте в одиночку, то тогда существует это правило. А если вы идёте в какой-то процессе, в караване, то, если вам нужно помыть руки, отрываться от коллектива, отрываться от этого каравана. И самостоятельно идти в место, где есть вода, так как это небезопасно. И Алтаребы добавляют только в том, если вы не идёте в дороге, то есть если вы не направились к какому-то пункту назначения, а просто находитесь в каком-то месте, вам нужно помыть руки, вы обязаны, не можете, а обязаны вернуться назад. Если вы знаете, что у вас не дальше, чем на одну милю, есть место, где вы можете помыть руки перед молитвой. Настолько важно мыть рук перед молитвой. Но, слава богу, мы сегодня не находимся в такой ситуации, что нужно копать колодец, чтобы выкопать воду, чтобы помыть руки перед молитвой. Всего лишь нужно сделать несколько шагов до Корана. Но если вы волнуетесь, что из-за того, что вы будете долго идти, назад, вперёд и так далее, пройдёт время молитвы. И здесь речь идёт не только о утреннем времени молитвы, когда у вас есть определённое время, до которого можно читать шма, до которого можно читать о меду. Мы с вами всё это изучали. Посмотрите, по-моему, второй ролик по Кицушу Ханаруку у меня на канале Ютуба. Там всё подробно я объясняю все значения временных еврейских временных храмов. Но это также касается молитвы Минха. Как вы понимаете, молитвы Минха, к сожалению, для нас это гораздо более частая проблема, где молитву Минха можно молиться только до шки. Ну, некоторые разрешают ещё до темноты, но правильно это так. Правильно, честно говоря, только до шки, до наступления темноты, то есть не наступления темноты, а до захода солнца. Наступление темноты – это уже выходят звёзд, когда можно читать, обязанность читать шма вечером. Так вот, если вы боитесь, что пока вы будете копать колодец, ползти к реке или прыгать с водопада, чтобы помыть руки, или ждать, пока пойдёт дождь, и вы наберёте себе крюльчку для омовения рук воды, пройдёт молитва Минха, или время молитвы Шахарит, или время молитвы Минха, что нужно сделать? Минаке, яда, бецрор, обе афар, обе коль, мидей, мидей, ду Минаке, мидпалей. Можно повытереть руки о любой предмет, которым можно, которым обычно чистятся или моются, в данном случае, или о ткань, или о землю, песок, и так далее, или любой вещи, в которой можно что-то почистить. Что имеется в виду? Приведу практический пример, когда ваш похорный слуга, а ваш похорный слуга делает очень много, особенно когда ещё был не женат и жил в Израиле, мы очень много с друзьями ходили в походы, в разные походы. И когда ты где-нибудь в иудейской пустыне сходил в туалет на библейские скалы, то, естественно, воду, которую ты несёшь с тобой, чтобы пить, а ты можешь попасть в очень жаркий день, и воду нужно экономить, лучше не использовать. Что тогда делать? Просто о землю вытирают руку, о камне вытирают руку, песком потерли руки, травку сорвали, вытерли листики и так далее. То есть это в том случае, если у вас нет воды, нет возможности вернуться, дойти, и вы боитесь пропустить. Но ещё раз, я не люблю концентрироваться, хотя, конечно же, еврейское законодательство это уделяет много внимания на различных исключительных ситуациях, которые у нас происходят, потому что Бор Хашем, мы находимся в большинстве, 99% нашей с вами благополучной жизни, слава Богу, спасибо Всевышнему, где нам всего лишь нужно поднять одно место и дойти до краника с водой, чтобы помыть руки перед молитвой. Дахти в Эрхадз, так как написано помою чистотой свои руки, свои ладони, Эрхадз помаем им шар, объясняют наши мудрецы, можешь помой водой, не можешь, а если нет возможности помыть водой, любым другим способом, которым можно помыть. То есть можно использовать не обязательно воду, можно пивом помыть, не дай Бог, не про кого будет сказано, не текилой в конце концов, но нет, без фанатизма. Продолжим дальше, шестой парадом, в 12 главе. Вы им рахатся да бабокер, если бы керауй, а если бы да помыли руки, как положено с утра, и вы не знаете, запачкались ваши руки именно с точки зрения нечистоты, духовной нечистоты, к чему-то вы не прикоснулись, к нечистым, например, к своим, там где раньше у вас росли волосы, или почесались подмышками, вы не знаете, произошло с вами или нет. В любом случае, так как вы отвлеклись на то время, пока что вы не начали молиться, то есть вы не можете точно контролировать, остались ваши руки в чистоте или нет, афилу ламад бинатайм гамкин а вы всегда. А то даже если вы сидели и учили Тору в это время, с того момента, что вы помыли утром, до того, как вы начали молиться, вы, надеясь, когда учите Тору, мозги ваши включаются на то, что вы учите, и вы можете не заметить, как вы вдруг где-то там почиститесь, почешетесь и так далее во время изучения Тора или почешете своего соседа, вы царик гамкин афилу ламад бинатайм гамкин о чем идет речь, высказывания, о котором я уже говорю, которые я часто слышу и вы часто слышите в нашей синагоге, по крайней мере, в то время, которое вот-вот у нас возродится, мы вновь будем собираться по пятницам вечером, когда люди практически каждую пятницу вечером было такое, что кто-то в первый раз приходил в синагогу и объясняет нам, что я уже руки утром мыла, не подходит. Нужно мыть руки, даже если вы уверены, что вы там ничего не трогали пока не с утра, когда помыли руки до момента, что начали молиться, скорее всего, вы отвлеклись и все равно нужно мыть руки. Но в такой ситуации, если вы уверены, что вы держали руки в чистоте и надеялись, что вы не отвлекались, желательно, да, помыть, но ради этого не нужно идти вперед 4 мили и обратно 1 милю, то есть без фанатизма. Если вы вернётесь и пропустите не то, что время молитвы, а просто пропустите, а мы дальше с вами будем говорить о важнейшем аспекте иудаизма этой молитвы именно в Миньяна. Не должен возвращаться, куда-то бежать. Просто потрите по что-нибудь руки, чем можно, что используется для мытья, для чистоты, о ткань, о песок, о стены, о стол, что-нибудь такое, чем вы можете там, только не по себе, вот так вот не надо делать, это не из нашей религии, да, так делать нельзя, а соседа, если что, можно, конечно же, потереть. Но это только в том случае, если вы уверены, что вы правильно помыли руки утром и до начала молитвы предполагаете, что вы там нигде не ковырялись. Но по большому, опять же, это всё ситуация, а если вдруг у вас нет воды, Борхашем, мы в большинстве случаев находимся в том месте, где да, есть вода, а тем более, то, о чём мы сейчас мы с вами будем учить, если вы молитесь в синагоге, то там наверняка для вас предоставлено место для мытья рук даже и в нашей синагоге точно так же в зале, в большом зале есть специальный washing station, в котором можно помыть руки. Не хотите там, можете на кухне, их две, на одном этаже, там можете тоже помыть руки. Итак, на мой взгляд, один из важнейших моментов еврейского законодательства и вообще еврейской традиции, а я бы сказал, то, что сохраняет еврейскую традицию, это обязанность молиться в общественной молитве, обязанность молиться в миньяне. Да, я знаю, что я наверняка всем в нашей синагоге уже проделал дырку в голове, это очень важно, каждый день участвовать в миньяне, это невероятный инструмент для воспитания личной дисциплины, но, а кроме того, это то, что сохраняет еврейскую традицию, наша общественная молитва, когда мы встречаемся в синагоге, а не встречаемся в бане, никто не говорит, что нужно ходить в баню, не дай бог, не подумайте меня, не поймите меня неправильно, хотя я небольшой фанат в бане, но, в принципе, это настолько важный момент в иудаизме, именно молитва в миньяне, молитва в синагоге, что для этого вообще, на мой взгляд, благодаря этому вообще по сегодняшней существуют еврейские народы. Итак, седьмой параграф в 12 главе я прочту и переведу. Будет стараться и не просто стараться, а прикладывать усилия молиться с общиной, молиться в миньяне. Что значит стараться? Когда я говорю, я приглашаю человека прийти в синагогу на меня, стандартный ответ, который я говорю, я получаю, это я постараюсь. А теперь давайте возьмем спросить, вот, допустим, ручка, постарайтесь поднять ручку. Как можно постараться? Ты можешь или поднять, или не поднять. Ты не можешь постараться поднять ручку, она у тебя лежит перед тобой, если ты ее хочешь поднять, ты ее поднял. Если ты не хочешь ее поднять, ты ее не поднял. Тогда точно так же с молитвой. Если вы говорите, что вы постараетесь прийти, это значит, что вы не придете. Или ты приходишь, или ты не приходишь. Не потому, что я так хочу вас увидеть, я действительно хочу вас увидеть на миньяне, и уже много лет стараюсь не пропускать, там, в крайних случаях, там, где-то в самолете не собрался меня, не пропускать молитву в миньяне и молиться в одиночку, но я буду всех очень рад видеть, но это действительно критический момент, что Ханрух подчеркивает, не только нужно стараться, а нужно еще приложить к этому усилие, и тогда можно не стараться, можно просто приложить усилие. Дыхти, как написано, И я отпрощаю к тебе свою молитву Всевышний в момент желанный. Когда этот желанный момент перед тобой Всевышний, в тот момент, когда происходит общественная молитва. Что имеется в виду? Есть установленное время. Ваш покорный слуга у нас в синагоге устанавливает это время. И если я устанавливаю, что сегодня Минхамарев 6.45, это значит, что нам там на небесах в небесной канцелярии все, кто причисляет себя к нашей общине и обязаны в молитве в первую очередь мужчины для того, чтобы обязаны молиться в миньяне, у нас у всех вместе appointment ко Всевышнему сегодня на Минхамарев 6.45. Соответственно, время, когда Всевышний хочет нас услышать, готов нас услышать по расписанию, а не не по расписанию, то это тогда, когда устанавливается молитва. Это значит, что если вы пропустили и так далее, не нужно молиться, но точно так же, когда вы приходите на appointment не по расписанию. Это всегда awkward, это всегда неудобно, нужно договариваться с секретаршей, нужно дарить ей шоколадки, нужно стучаться в дверь, нужно устаивать скандал, нужно придумывать оправдание. Почему? Спокойно. Вам назначили конкретно appointment со Всевышним. Это и называется «Эт рацион» «Желанный момент наш молитв перед Всевышним». 6.45 п.м. Мин хамарь. «Уэхтив ко амар ашембе это рацион, а не тихо». И так же написано, так сказал Всевышний, написано в парамках «Желанный момент, буду я тебе отвечать». Это время, когда община устанавливает молитву. И Всевышний никогда не пренебрегает молитвой большинства, что имеется в виду компаний, когда мы молимся в компании, то есть в миньяне. Вы можете биться головой об стенку и пяткой в грудь, когда стоите у себя дома на кухне возле холодильника, но молитва, которую хочет Всевышний, которую 100% Всевышний не отказывает, это именно молитва в миньяне, вообще общественная молитва. И даже если среди вашего миньяна есть последние грешники, даже такие грешники, как ваш покорный слуга, все равно, когда собрались вместе, оно все работает. Здесь не добавляют, что это время жертвоприношения в храме, это время, которое было устояло, это более широкое понятие жертвоприношения в храме, время, которое установлено, промежуток времени, в котором можно молиться, это время, когда было разрешено подношение в храме. То или иное, утреннее, дневное, вечернее, вечером просто кушали, как мы с вами уже обсуждали. Но то, что называется Тфила Цибур, которое попадает в эти рамки, установленные в соответствии времени подношения в храме, то, что называется общественная молитва, это то время, которое в вашей синагоге устанавливается именно четко, это время. Оно, естественно, попадает в промежуток, который соответствует времени подношения в храме. Продолжим. Дальше, Дахтиф, как сказано, почему важна именно молитва в большом количестве народа, то есть, минимум, в Миньяне, что он к большинству не будет отказывать просьбам большинства. Также написано в 84-м, по-моему, в псалме, что в мире искупил ты мою душу из моих глубин, так как со многими «Я стоял вместе». Со многими имеется в виду в Миньяне. Поэтому хотите, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, молитесь в Миньяне. Если вы ходите в синагогу и в вашей синагоге есть установленное время молитвы, это ваш appointment для отца желанного времени для того, чтобы ваши молитвы были услышаны. Поэтому не пропускайте возможности молиться в Миньяне. Сегодня, даже если вы работаете где-нибудь в офисе, в Манхэттене и так далее, то везде можно найти Миньян постоянно, везде есть Бейтхабад или просто в компаниях собираются вместе помолиться. Если вы работаете в Минтауне на 42-й и 5-й есть большой Бейтхабад, там десяток Миньянов на Минхумари. Просто в любое время приходите, там постоянно есть молитва. Сам достаточно часто молился Минхумари. Короче, молитесь в Миньяне. Это наш appointment со Всевышним. На этом мы сегодня с вами остановимся. Всем хорошего дня, хорошего месяца. У меня уже второй день. Готовьтесь к Присоху и все будет хорошо. Всем пока. Спасибо, кто был на Инстаграме. Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии к этому видео. Буду очень рад на них ответить. Всем до свидания. Всем огромное спасибо, кто был с нами на Фейсбуке. Также, если у вас вопросы, оставляйте комментарии к этому видео и с удовольствием на них отвечу. Те же, кто на нашем колхозном Зуме, если у вас есть вопросы, Я готов ответить на них.